Новый информационный проект «Топ-5 новостей о Крыме» презентовали в МИД Украины. Отныне в его рамках каждую неделю будет формироваться дайджест новостей о полуострове. Рассылка рассчитана для информирования иностранных политиков и журналистов, представителей органов власти Украины. Проект реализуется Мининформполитики Украины при помощи информационного агентства QHA, в переводе «Агентство Крымские новости» и при поддержке МИД Украины. Мы анализировали информационный простор и понимаем, что сегодня есть запит на то, что происходит в Крыму. Особенно запит на англомовную информационную версию того, что происходит в Крыму. Мы знаем, что без информации решения не просулася дальше, в частности, с Крыма. Головный читатель этих новостей – это люди, decision-makers, люди от решений, в которых зависит от присутствия и присутствия Крыма в социальном и политическом дискурсе не только Украины, но и международной сообществе. Наш главный читатель – это чиновник, политик, не только украинский, но и международный, потому что до этого проекта присоединились и Министерство закордонных справ. Агентство «Крымские новости», которое будет готовить лента, существует уже 10 лет. Сейчас его контент выходит на пяти языках – украинском, турецком, английском, русском и румынском. В планах – еще на двух европейских языках. В ТОП-5 будут попадать новости из полуострова и крымская проблематика с материковой частью Украины. Как люди крымские, которые временно покинули Крым, мы бы очень хотели, чтобы на территории материковой Украины тема Крыма звучала постоянно, чтобы она звучала во внутренней и внешнеполитической деятельности руководства страны, в общественной, социальной, культурной жизни Украины, чтобы она была представлена широко в средствах народной дипломатии. Ну и, конечно же, чтобы она не была забыта в информационном поле, в информационном пространстве. Каждая из задействованных в проекте ведомств и организаций сделает свою рассылку ТОП-5 новостей о Крыме. Мы имеем власную базу закордонных журналистов, ЗМИ, закордонных экспертей, также чиновников, которые работают в урядах других стран, в институциях Европейского Союза, международных организаций, которые опекуются темой Украины. Все они будут адресатами в этой рассылке. Также МИД будет рассылать дайджест представительством минимум сотни стран, с которыми у Украины установлены дипломатические отношения. Продолжение следует... Продолжение следует...